И снова здравствуйте! Как вы думаете, если вы сейчас выйдете на улицу и спросите, какие смарт-часы самые популярные у любого прохожего? Каким будет ответ? Вот прямо сейчас идите, спросите, результат пишите в комментариях. Но сразу вам скажу то, что наверняка почти все скажут. Естественно Apple Watch. И согласно последним данным, за 2018 год продажи Apple Watch выросли на 22% из-за того, что Apple увеличила экран в Series 4. Но они не захотели останавливаться и представили Series 5 10 сентября. И сейчас мы распакуем и посмотрим, что там нового. Собственно, вы можете наблюдать то, что у меня тут не только две коробки с Apple Watch Series 5, но еще и куча ремешков на них также. Посмотрим на руке, у меня уже Series 5, я ими успел попользоваться. Но одна коробка осталась не раскрытой. 40 миллиметров, золотой цвет. Давайте посмотрим, что изменилось в ней. Открываем. Всегда приятно это делать. Упаковку Apple отлично сделано. Здесь у нас механизм такой же, каким был и в коробке Series 4. Мы вот за ручки вот так тянем. Открываем. Внутри цветастая упаковка. Отдельная коробка с часами. Отдельный конверт с ремешком. Собственно, ремешок у нас розовый. Цвет отличный. Давайте сразу посмотрим, как этот ремешок выглядит. И как обычно, у нас здесь ремешок в двух версиях. Для большой руки и для руки поменьше. Я, кстати, всегда беру вот этот браслет. Не знаю почему. Вроде бы рука не маленькая, но, кстати, розовый цвет смотрится неплохо. Посмотрим, что в коробке с часами. Сверху у нас отображены часы, в каком цвете они будут продаваться. То есть в данном случае золотой. Сверху у нас лежит конвертик, который нам не интересен. Вот тут в мягкой упаковке сами Apple Watch Series 5. Таким образом сделано, чтобы не поцарапались. Зарядник, соответственно, с беспроводным модулем Chim. И адаптер питания на 1 ампер. Ничего в коробке не поменялось. Но это нам не мешает посмотреть на то, что поменялось в самих часах. У меня тут еще целая куча ремешков. Прям вот вагон. И, честно признаюсь вам, я за тенденциями в ремешках не следил. И фиг его знает, какие новые из них. Точно вот этот новый. То есть он такой тканевый, двухцветный. Не особо мне он нравится вообще. Как смотрится и в целом. Я сам хожу с миланской петлей. У меня вот такие Series 4 в стали, которые в России официально не продаются. Но вы сами понимаете то, что я за последний год отлынивал, ходил с Casio и данные часы надел всего, ну, оттилы раз пять. Хотя я их надеваю, когда хожу в спортзал. Пять раз надел, пять раз сходил в спортзал. Вот такая у меня самая ирония. Смотрим дальше. Мне очень нравится, как Apple сотрудничают с Nike. Их ремешки с Nike реально очень крутые. Прям вот, прям вот супер. Кстати, миланская петля мне в итоге так и не зашла, потому что, во-первых, руку натирает. Во-вторых, когда сидишь за ноутбуком, она натирает помимо руки еще и ноутбук. Так что, скорее всего, если буду ходить, то буду ходить с каким-нибудь Nike. Либо прям вот с таким белым силиконовым ремешком. Смотрится, на мой взгляд, очень неплохо. Что у нас здесь осталось? Кожаный ремешок синего цвета. Просто, наверное, старый, но в целом выглядит тоже неплохо. Вот кожаные ремешки на Apple Watch реально здорово сделаны. Я с таким тоже ходил. Мне понравилось. Остальные все вы видели. Я самое интересное достал. Давайте все-таки перейдем теперь к часам. И начнем с самого главного Always On Display. Эта функция появилась. Теперь экран часов не гаснет никогда. Плюсом в компании постарались, чтобы ваши приватные данные не отображались. Поэтому здесь только время и то, что не стыдно показать окружающим. Например, ваш пульс 120, когда вы видите гамбургер. В целом, как все это происходит? Либо вы просто поворачиваете руку и автоматически включается режим Always On. Либо вы накрываете его ладонью, и он также включается. Часы не гаснут. Здесь технология реализована очень интересно, потому что, когда я прикладываю ладонь, часы гаснут. Подсветка минимальная. Частота обновления экрана также минимальная. От одного до шестидесяти герц. Но чаще всего реально один. То есть, экран обновляется раз в секунду. Чем это удобно? Например, при занятиях спортом. Допустим, вы встали в планочку. Стоите, не двигаетесь. Часы у вас потухли, но при этом включен режим тренировки. Я не знаю. Или какой-нибудь секундомер. Секунды обновляются. Исчезает только секундомер с миллисекундами. То есть, для спортсменов это реально какая-то киллер фича. Мы запускаем режим тренировки. Также прикладываем ладонь. Все. Пульс у нас отображается. И все, что вам нужно. Но вот этого мы ждали. То есть, теперь Apple Watch можно использовать, как обычные наручные часы. Экран всегда горит. Для тех, кто хочет это отключить, можно перейти в настройки и сделать это. Плюсом наверняка автономность увеличится, хотя не сильно повлияет. Apple обещают нам целый день работы. Даже если вы занимаетесь спортом, опять же, по своему маленькому опыту Series 4, мне данных часов хватает на три дня, если не сильно их насиловать. Так что, я думаю, с этими будет примерно то же самое. В продаже, как и прежде, есть два варианта Apple Watch. Вот такие на 44 миллиметра и вот такие на 40 миллиметров. Подобные берут девушки чаще всего. Они действительно маленькие. У нас продается версия только в алюминиевом корпусе. Ну, а у нас GPS. В США доступны также титановая, керамическая и стальная версии. Почему этого нет в России? Ответ прост. Там есть поддержка E-SIM. У нас нет. Нет E-SIM. Нет стальных, керамических и титановых. В России доступны три цвета для алюминиевой версии. Это серебряные, это золотые. Есть также цвет серый космос. Дальше. В часы встроили компас. Это наконец-то произошло. Почему это хорошо? Например, вы занимаетесь скалолазанием. Поднимаетесь в гору и прям в реальном времени смотрите, как меняется высота над уровнем моря. Прикольно? Согласен, что прикольно. Компас также позволил реализовать в картах отображение вашего направления ровно также, как это сделано в любых картах на iPhone. Пока что поддерживаются родные карты Apple. Причем, когда мы первый раз включаем часы, они говорят то, что некоторые ремешки с магнитной застежкой, как, допустим, моя миланская петля могут повлиять на компас. Умно придумано, но в целом вряд ли это как-то сильно скажется. Сейчас также можно протестировать приложение Night Sky, карта звездного неба. Если раньше нужно было сделать кучу телодвижений, чтобы определить свое местоположение, то сейчас достаточно поднять руку и посмотреть, где какое созвездие. Кстати, очень прикольное приложение. Ну и наконец, компас. Вот таким образом выглядит это приложение. Похоже на настоящий компас. Показывает, где север, юг, восток и запад. Долготу и широту. Это опять-таки полезно тем, кто любит лазать по горам. Ну и в целом всем этим людям, экстремалам, которым на диване не лежится, они вот хотят заниматься спортом. Им полезно. Ну а кроме шуток, если ты на пробежку решил пойти с утреца в лес где-нибудь за Уралом, ну так вот чисто 40 километров просто размяться, пошел. Телефон, естественно, не взял. Вообще кто в здравом уме берет телефон с собой в лес? А часы взял. И здесь они могут помочь как бы выбраться из леса. То есть ты либо копас здоровый берешь, либо вот эти часики. Уже из коробки на часах предустановлена Watch OS 6, которая привносит ряд полезных функций. Например, приложение шум, которое способно замерять шум вокруг вас. Если вы пришли на какой-нибудь громкий концерт, часы вам говорят, так братан, здесь полчаса постой, иначе это твоим ушам навредит. Все это сохраняется в приложении здоровья, в том числе на айфон, но сам айфон не умеет определять шум. Для этого нужны Apple Watch, и это эксклюзивная фича. Следующая интересная фишка, отслеживание менструальных циклов будет полезно для прекрасного пола, для наших любимых дам. Особое внимание уделили удобству приложения, но я вам сказать не могу, насколько оно удобно, потому что сами понимаете, подобным приложением не пользовался, ну или пользовался редко. Также обновили циферблаты, меридиан модульный и солнечный, добавили новых, потому что они должны работать в режиме Always Zone. Опять-таки, когда я его так рукой прикладываю, он запускается. Удобно стало, красиво стало, в целом кастомизировать по полной программе циферблата до сих пор нельзя, это печально. Ну а в остальном Siri S5 это те же Siri S4, можно также общаться с Siri, бесконтактная оплата, спорт и все остальное. Очень жаль то, что в России нет eSIM, потому что вот эти часики хочется использовать именно с сим-картой. Чтобы пошел я в спортзал, музыку себе включил, прям с часов, не беря с собой телефон, который занимает много места. Ждем, ждем, когда появится. Что по ценам? В продаже Apple Watch Siri S5 с 20 сентября за 40 миллиметров это 33 тысячи рублей, за 44 миллиметра 36 тысяч рублей. Еще раз напомню то, что версия с GPS и без eSIM. Конечно, есть Nike Plus версия, можете взять ее, она стоит столько же, но самое главное то, что Apple оставили в продаже Siri S3, которые сильно подешевели для нашего рынка. Они стоят 16 и 18 тысяч рублей, соответственно, для двух размеров. Собственно все, вот такими вышли Apple Watch Siri S5. Обновление однозначно минорное, но все, что добавили, функции важны, особенно Always On Display. Осталось дождаться, когда Apple сможет подтянуть автономность, чтобы часы держали хотя бы неделю и тогда будет вообще прекрасно. Пишите, что вы думаете о Siri S5. Я данные часы, скорее всего, опять-таки носить не буду, потому что мне G-Shock ближе. Не страшно ударить эти часы об какой-нибудь косяк дверной, а с Apple Watch страшно. Но, в целом, часы, наверное, все-таки в зал буду носить, они для этих целей как раз пригодны. Полного обзора, наверное, не будет. Я вам все рассказал о том, что здесь появилось. Опыт использования, ну посмотрим. Если вам интересно, действительно пишите об этом. Вообще, кстати, используйте умные часы и для чего. Я вот только уведомления смотрю и время, и то даже чисто время. Может быть, на Android Wear у вас что-то есть, реально интересно послушать. Ждем вас вот там внизу в комментариях и всего вам доброго. Подписывайтесь на канал.